здравствуйте туристы милитаристы миру мир нет войне и повторюсь я каждый раз это абсолютно искренне говорю не просто так ради там какого-то присказки мне дюже интересно что вы написали по поводу ножа дефинитив дизайна мэтью лёрча потому что тот нож который я вам сегодня покажу lcb key он грубо говоря из-под пера того же самого дизайнера но я еще не успел опубликовать обзор на этот нож то есть мне интересно потому что на самом деле вот я могу сказать так здесь все очень здорово все очень хищно все классно конструктивно модернова и так далее но вот я не знаю согласитесь вы со мной или нет здесь присутствует какое-то немножко уныние и как раз таки на обзоре этого ножа я с вами беседовал на тему перспектив который есть вообще у компании серки ти потому что я действительно хотел бы чтобы у них так вот было как у сога скажем так но не то чтобы там чтобы их продали купили а чтобы именно какой-то было от второе дыхание появилось новые какие-то новыми какими-то красками заиграла потому что с учетом того что вот сейчас я буду немножко критиковать опять же одну из своих любимых компаний почему потому что с учетом того что я уже сказал они сейчас стараются больше сделать акцент на американском производстве этот нож кстати говоря тоже в штатах сделан вот штатах помимо того что вам нужно в ценнике штатовском конкурировать с китайцами это полбеды но вам нужно конкурировать штатовском ценнике простите с теми же самыми согами с теми же самыми бенчами которые но это прям чтобы дай бог чтобы пуп не разорвался вот и поэтому вот как-то мне кажется что мэтью лёрч это не совсем так такой прям яркий какой-то вот какая-то вспышка но в любом случае очень здорово что уже что-то новое потому что действительно мне очень нравится пилар причем первый второй третий мне они все три нравятся если четвертый появится мне тоже нравится ну блин невозможно же постоянно дни пилары блин продавать правильно что-то должно быть такое в их и посмотрим сейчас вот что вы напишите по поводу этих двух ножей мэтью лёрча как вам зашло не зашло как это все выглядит так вот lcb кей лайтвейт кроссбар knife серки ти клипса у нас однопозиционная типа кончиком кверху посадка ножа карман глубокая достаем из широких штанин и начинаем смотреть очень похож нож на своего вот собрата такие же тонкие хищные какие-то вот формы вогнутой спуске это огромный плюс и конкретно вот этот нож мне гораздо больше нравится чем definitive по внешнему виду не только потому что он меньше ног напоминает а потому что здесь посмотрите кухонник по факту режущая кромка выставлена она идет по небольшой дуге она выставлена в угол относительно рукояти и получается что с учетом того что у вас откровенная пика откровенный пареальник за счет вогнутых спусков и посадки вот именно в пространстве режущей кромки у вас реально режущий прям инструмент прям действительно которым запросто можно себе на шамане там салатик бутербродик и остаться довольным от всего этого процесса сколько найдется петросянов которые напишут что лсбк похожи на лгбт как раз посмотрим номер модели 3830 дизайн мэтью лёрч длина 203,2 миллиметра длина клинка 88,47 миллиметра ширина клинка 22 и 9 толщина 312 и на самом деле повторюсь вогнутыми спусками даже такие кабаны как метфорд решают вопрос нарезки финиш клинка бит бласт вес 79 целых четыре десятых грамма столько 154 см рукоять g10 вот здесь мне в g10 уже больше верится на самом деле потому что на definitive там явно явно какой-то фрн стоит вот и с учетом того что здесь стоит g10 нож действительно можно назвать легким потому что видите здесь в принципе сделан вот металлический участок только там где у нас работает замок дальше сами по себе сама по себе рукоять это просто две плашки g10 прикольный такой бэкспейсер выходит и здесь можно даже какую-никакую бусинку зафигачить скажем так crossbar lock и на ламни этот нож стоит 183 евро и повторюсь made in usa это всегда сразу добавляется то есть здесь ну опять же скажем по чесноку с учетом того что какое-то время назад серките уже d2 ставили на же существенно дороже как будто это супер там какая-то сталь и так далее при все при том что мне d2 нравится но не будем спорить все таки это бюджетная сталь сейчас сейчас 154 7 это уже прогресс это уже все таки что-то но повторюсь в вот в этих вот своих ценовых рамках давайте вот не будем сейчас уходить куда-то далеко не будем голословными чисто возьмем именно лавнию и просто там же есть возможности поиска выставим там худо-бедно каких-то 34 стали причем я могу сказать что в лавнии поиск просто изумительно это самый удобный поиск ножа то есть можно именно вот папа по параметрам себе подбирать какую-нибудь теоретическую хотелочку если выставить плюс-минус какие-то сопоставимые по цене стали и поставить made in usa и и фолдер и плюс-минус вот этот вот ну давайте так от 3 до 4 дюймов клинок вам просто насыпет там немерено ну то есть вот чтобы не быть голословным единственное что ребята я здесь не выставлял я не выставлял здесь этот самый как он называется стали но в любом случае я поставил где-то 150 200 евро там 150 210 по моему я поставил разброс по цене и от 3 до 4 дюймов клинок и получается что вот в этой вот категории приходится пихаться со спаем и с бенчами с giant mouse cold steel там еще где-то попадался то есть действительно здесь кершов те же самые сделанные в штатах то есть здесь действительно очень очень все непросто здесь действительно очень все как говорится серьезно поэтому будем посмотреть как это все произойдет окей не хочу обижать опять же нож потому что нож сам по себе что предыдущий что вот этот вот лсб кей он мне действительно нравится он удобный он ухватистый то есть дизайнер явно знает свое дело с точки зрения зрения именно поюза с точки зрения того как это все работает потому что вот вам мало точный хват да лучше и не нужно то здесь действительно указательный палец встает максимально близко к кромке именно на свое место здесь нет каких-то значит каких-то выпирающих частей которые заставят там идти на компромисс то есть вне каких-либо толеранций мы можем здесь строгать про диагональ и отвертку я вообще молчу это прям пыряльник как есть при этом как я уже сказал это пыряльник с явно выраженной функцией такого именно но не будем говорить кухонника но есть возможность комфортно грамотно работать здесь по продуктам то есть почему бы и нет все что я сейчас на протяжении трех обзоров серпетичных ножей ребят говорю это не значит что я хочу как-то заложить компанию и как-то там я не знаю по выпендриваться как-то раскритиковать хайпануть и так далее нет потому что я на самом деле считаю что без американской без развитой американской ножевой индустрии нам будет очень сильно скучнее если мы опять же берем никто вот именно на этих ножах на серкетичных пробила по философствовать если мы отодвинем сторону там метфорды аламики какой-то прям премиум премиум класс и мы возьмем именно таких крепких середнячков то компания серкетина мой взгляд я не знаю сколько они при этом на этом денег заработали наверняка немало наверняка много наверняка молодцы но мне кажется что так сильно сосредоточившись на производстве в китае причем явно на производстве которые скажем не премиальная я не буду говорить плохое но не премиальная опять же дизайнеры смотришь там просто такой список дизайнеров у них просто не знаю два листа а4 если мелким шрифтом и прочее и прочее но в какой-то момент согласитесь какая-то вот была прямо не знаю я сейчас подумал что на самом деле я просто наверное не стой ноги сегодня стал почему потому что опять же тот же самый провок но это не просто там яркий какой-то вспышка это прям явление тот же самый этот ритуал clever girl ну куча ножей-то классных но вот смотришь и хочется чего-то как-то чтобы какие-то были у них изменения чтобы какая-то была вот чтобы ребята встряхнулись я искренне на самом деле желаю серки тишникам по этому пути пройтись и чтобы вот как-то было если утрировать чтобы было как у сога они как у колстил сейчас вот так вот в общем и целом нож действительно легкий очень подвижный классно работает замок шпенечки удобные все выстреливается все отстреливается все невероятно прикольно крутится в руках то есть действительно нож прям заслуживает внимание но в целом опять же в целом я хочу чтобы у них прямо как-то было прям вау-эффект чтобы 2024 году какой-то появился спасибо за просмотр всего доброго пока дерьмите и Продолжение следует...